Мне тут, в общем, рассказали, что в деревне вернулся один доброволец со специальной военной операции. Видимо, на фронте он получил ранение. А когда он вернулся домой, его дома не приняли. И, получается, его просто бросили. Сейчас он приехал к нам в деревню найти убежище. Но в итоге ему дали здесь место в церковном служебном доме. Сейчас попробуем к нему сходить, узнать, что именно случилось. Вот здесь мы сегодня недавно отмечали День Победы. Вот она, наша церковь. А здесь должен сейчас как раз быть тот беженец. Здравствуйте. Привет. Извините. Это мне сказали, тут Андрей живет, который там вернулся с фронта. Не знаете, кто это? Я просто опросы провожу. Мне вот рассказали, что вот один с фронта вернулся. А ты не пробовал добровольцем пойти сам? Я сейчас учусь, но поэтому меня не забирают. Но меня тоже могут забрать, если там еще одну мобилизацию объявят. Без объявления мобилизации от тебя достаточно одного заявления. Вот и все. То есть просто бросить учебу и пойти туда добровольцем? Если ты хочешь защищать родину, если ты хочешь быть полезным своей родине и своей стране, и своему народу, и достойно представить, так скажем, народ чувашия, то почему бы и нет? Бросьте, чувак. То есть, ну, считайте... Ну, а когда к соседу к твоему придут? А когда к маме к твоей, не дай бог, придут? А когда к сестру твою хулиганы бессовестные начнут тиранить? Что делать? Ждать пока звонок прозвенет? Ну, нет, конечно же. Все, спасибо. Но считайте, это необходимо... Я, наверное, не буду разговаривать на эту тему больше. Это вы, да, все-таки, Андрей? Да. Командир, как мы сможем под левую ногу? Левый, левый, раз, два, три, левый, левый, раз, два, три, левый! Ну, понимаешь, что ты зачем туда поехал? На фронт? Мобилизовали, мобилизовали. Мобилизовали? Я повестку дали, так, пошел сразу. Ну, то есть, у тебя и желаний не было носить там, и ничего не было? Я так, я работал, сразу пришли работать, да, не полезли. А ты где работал, в Москве или где? Здесь, в деревне же работали. Приходилось ли тебе там участвовать в боевых действиях вообще? Передки нет. Ну, где-то в середине участвовали, не передки, это был. У нас там и штурмовики переделят, мы за ними. Ну, то есть, вы там... Самые боевые участвовали, не участвовали от этого. Как поддержка, да? Поддержка, да. Ну, получается, тебе самому не приходилось там участвовать? Ну, и стрелять кого-то там? Нет, еще. А наступление, как бы, ожидается от кого? От вас? От нас, получается? Или от них? Нет, из нацистов, в Украине начинает. Нас, это цель. Так, поболить к партии. Не знаю, нападают или не отпадают. Пока друг друга так стреляют. Вот контрнаступление. Ну, а вот ты сам видел там нацистов, не знаю. Сам, нет еще. Я же говорю, не перед кем. Ну, а сейчас как тебе? Желание есть туда ехать? Не знаю даже, чего они. От имени друзей Александра хочется пожелать родным, близким, друзьям, товарищам огромное соболезновение. Саша был, по-моему, настоящим другом, товарищем и очень-очень хорошим человеком. И до сих пор не верится, что как бы его нету. Поэтому друзьям, товарищам, товарищам, родным хочется еще раз пожелать соболезновения и подбежаться. Вот так прошла прощальная церемония с участником специальной военной операции. Как я узнал, он был бойцом и участвовал в... И смертельное ранение. Да, вот понимаете вы, милые мои дети, милые люди, что была еще одна война. А с 91-го года, после вывода войск из Афганистана, была еще одна война. Таджикистан. И она взлетела до 2002-го года. И мы в 95-м году ее хлопнули, пополнили. Тогда уже наших парней не было. Уже в 97-м я уже по контракту был. Я последний срочек в 97-м отправлял, они глазами улетали оттуда. Знак «За службу в Таджикистане». Нан. Так, подожди. «За службу на границе ФСБ». Ну, я думаю, парни уже лучше меня воюют. У меня такой войны не было. Мы в Таджикистане все уже придерживались. Неразвязный войн. Но когда на нас выходили, мы отвечали. А тут ребята каждый день, каждый час, каждую минуту на войне. Ну, я думаю, парни молодцы. Гниду это давить надо. Я думаю, так. Я не знаю, у меня, наверное, пацаны уже в Таджикистане, которые служили, наверное, многие там уже воюют. И я не скажу, что я сейчас их были рад. Но я скажу, что они правильно это делают. Ну, а вы бы сами пошли туда еще раз? Ну, Украину я не знаю. В Таджикистан бы, да. Но вам приходилось убивать вообще? Ну, знаешь, за это можно... За ваш вопрос можно получить по лицу. Убивал ты, не убивал. Ну, мы стреляли, в нас стреляли. Все, я уже ничего не скажу. Я здесь давно уже не был. Восемь месяцев уже будет. А ты пошел как? Добровольно или по повестке? Как? Я сам пошел. Почему-то я пошел за материну. За батю. За сестренку. За всех. Родину зовет. Родину зовет, реально. Ну, а что можешь сказать тем, кто сейчас может туда собирается или кто там надумывает туда пойти? Блин, удачи же желаю просто. Все, что могу сказать. Пускай туда идут. Конечно надо, Родину защищай. Пускай идут. Пускай идут, блин. 18 октября 8 месяцев будет ему. Как его забрали? Девушка. Моего друга там забрали 29 сентября вроде как. Он раньше ушел. Надо, да. Не хочу я его туда отправить. А ты? Он один у меня. Помогает. Может, не стоит тогда ехать туда? Надо, надо, надо. Надо. Нет. Он свой долг знает. Он сразу сказал, как повестка пришел, он сразу сказал, я поеду. Он мне отказался. Я поеду, он сказал, дома. За один день три повестки. Всех троих хотели забрать нас. А зачем так делать, чтобы у всех троих сыновей забирать? Потому что они пригодны Родине. Родине. Продолжение следует...